В последний день осени в Токио журналистам показали автомобильные новинки, которые будут представлены на автошоу, проходящем в столице Японии раз в два года. Похоже, что напряжённый год японские автопроизводители хотят наверстать благодаря высоким технологиям и экологичности. За последние месяцы главными препятствиями для стабильного развития индустрии стало наводнение в Таиланде, из-за которого пострадало производство, а также мартовское землетрясение и цунами в Японии. «Объединяя силы каждого региона, Тойота, похоже, стала движущей силой по восстановлению и реконструкции Японии. Я верю, что мы на это способны, так как вижу, чего мы уже достигли в своей работе». Новая версия Тойоты Prius была оборудована внешней функцией зарядки, а также дополнительными батареями, которые позволят автомобилю преодолевать большее расстояние на электричестве. Эти машины оборудованы также и бензиновым двигателем, что снижает беспокойство автовладельцев по поводу дальности пробега, которая у полностью электрических машин значительно ниже. Например, Nissan Leaf может проехать на одной подзарядке 160 километров. Однако это расстояние становится намного меньше, если включить кондиционер. Впрочем, глава компании Nissan говорит, что они не ограничатся производством только электрокаров, таких как Leaf. «Я не думаю, что мы сконцентрируемся только на производстве электрических машин. Мы очень хорошо знаем, что потребители выбирают то, что хотят, и мы должны предложить им больше выбора». Nissan также представил новейшие модели электрокаров, таких как Pivot 3, которым можно управлять при помощи смартфона и даже припарковать без водителя. В то время как электрические машины заняли значительную часть экспозиции, Honda представила спортивный автомобиль будущего FCX, работающий на водороде. Глава Honda говорит, что такой автомобиль подойдёт тем, кто не хочет загрязнять окружающую среду и расходовать слишком много электричества. «Она работает на водородном топливе, отчего скоростные возможности и пробег очень большие». Но, пожалуй, самым ярким примером слияния автомобилей и высоких технологий стала Toyota Fan VE. «Которая похожа на смартфон настолько, насколько и на машину». Дизайнер авто Кевин Хантер говорит, что его целью было возродить заинтересованность в машинах у молодёжи. «Мы почувствовали, что молодые люди не очень интересуются вождением, поскольку у них там много других интересов. Поэтому мы увидели в цифровых технологиях путь к сердцу молодёжи». Водитель такого автомобиля сможет поменять его цвет как снаружи, так и в салоне, так же просто, как заставку на телефоне. Кроме этого, функциями машины можно управлять с обычного смартфона. В прошлый раз выставка в Токио проходила в 2009 году, сразу после мирового финансового кризиса. Тогда её посетило всего 600 тысяч человек. В этом году ожидается, что наплыв посетителей будет значительно больше.